Давай все уточним. Я Шу из Бэйджинга. Ты много раз говорил онлайн, что мы можем подраться. Я стою здесь перед тобой, чтобы ты повторил свое предложение и мы уточнили детали. Место и время. Я буду там. В этом видео я расскажу вам про одного из самых дерзких бойцов из Китая по имени Шу из Бэйджинга, который поставил под сомнение всю систему секретных школ и их мастеров в Китае. А его жизнь похожа на сериал. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Шу родился 15 ноября 1979 года в Бэйджине. У него было обычное детство, но потом, уже далеко не в раннем возрасте, а именно в 17 лет, он записался в спортивную школу Бэйджинга. Там он тренировался у Шу Саньда. Это полноконтактное единоборство, довольно схоже с муай-тай, но с элементами борьбы. И на татами, а не в ринге. У него неплохо получалось, и он дважды становился чемпионом области. Но дальше дело не пошло. Можно сказать, что он был хорошим бойцом, но не уровня сборной. В 20 лет Шу начинает заниматься ММА и муай-тай. Эта комбинация дает ему отличный результат, и в возрасте 22 лет он становится членом сборной Бэйджина по смешанным единоборствам. На дворе 2001 год. ММА еще не настолько популярный, как сейчас, а в Китае тем более. Ведь это страна древних традиций, со своими фильмами и культурой кунг-фу. Можно просто сказать, что ты мастер древних стилей и тебя уважают в каждом баре, что соответственно создавало таких мастеров тоннами, и в каждом доме он был свой. Кстати, есть одна китайская пословица, чтобы учитель жил хорошо, 100 учеников должны ему поклоняться. Хочу акцентировать слово поклоняться, а не тренироваться. Много лет назад один такой мастер мне рассказывал, что в Китае авторитет учителя не может быть подвергнут сомнению. То есть ученики даже думать не могли о том, чтобы превзойти своего наставника в мастерстве. Поэтому у них никогда не было спаррингов, а учитель просто мог показывать на них какие-то сказочные техники. Не то, что у нас в зале, где каждый норовит поспарринговать с тренером. В общем, нашему Шу это все надоело. Тренируясь реальными единоборствами, он не понимал, как люди могут верить во всю эту чушь про бесконтакт, полеты дракона с ударом фигра, выход питона из задницы черепахи и тому подобное, отдавая деньги псевдомастерам. Он решил показать практичность ММА и Муай Тай и тем самым показать бесполезность и ложность всех этих левитирующих хангельдонов, вызывая их на бой. Первый такой бой, зафиксированный на видеосъемку, произошел в 2017 году против мастера Тай Чи. Все началось с соцсетей, после чего мастер Тай Чи Вэй сказал, что его единоборство самое эффективное, и он готов это доказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бой получился ожидаемо быстрый. Первая же атака Шу закончилась нокаутом мастера Вэя. Но все обернулось не так, как ожидал Шу. Вместо славы и похвалы за то, что развенчал мифы шарлатанов и их надувательство, общественность Китая выразила ярый протест к такому варварскому поведению бойца. Мол, нельзя так бить мастера. Он был не готов к такой грубой атаке. Так не дерутся. В общем, по мнению экспертов, все должно было быть как в фильме. Стойка журавля, трагическая свирель на заднем плане, потом прыжок на 3 метра вверх и обмен ударами в полете. Но нормальный боец посчитал иначе. Подошел, влепил двойку и потушил. После этого видео некоторые состоятельные люди Китая огласили награду за победу над Шу из Бэйджинга в сотни тысяч долларов для любого мастера традиционных направлений кунг-фу. Первым, кто бросил вызов Шу, оказался мастер пути железного кулака. Бой оказался эпическим. Особенно середины первого раунда. Это нужно видеть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все было хорошо, но недолго. Традиционщики и великие мастера не могли стерпеть такого оскорбления и мастер тай-чи по имени Вэй, да именно тот, который вызвал на бой Шу и отгреб за 20 секунд, подал на него в суд. Правительство обязало Шу выплатить 60 тысяч долларов компенсации и публично извиниться перед мастером в соцсетях. Также ему было запрещено пользоваться любым транспортом общественного пользования. Поезда, самолеты, корабли, для того, чтобы он не мог ездить по провинциям и вызывать на бой других мастеров секретных школ. На Шу обвалилось море критики и угроз от других мастеров разных школ кунг-фу и их учеников и даже угрозы расправы. Но Шу не стушевался, а продолжал воевать в соцсетях. Так как прямого запрета на бои у него не было, он все-таки вычислил одного из особо ярых крутых мастеров и приехал к нему на личном автотранспорте, проведя в дороге 36 часов и заставил того согласиться на бой, который с радостью организовали. Что это было за побоище, сейчас посмотрим. Продолжение следует... Но и после этого оставались те, кто свято верил в неоспоримую силу традиционных направлений кунг-фу и продолжал оскорблять Шу в интернете, вызывая его на бой. Шу из Бэйджинга снова не поленился и принял вызов. Теперь уже от лучшего бойца Вин Чун, молодого мастера, который создал свою огромную школу и хотел победой над Шу доказать смертельную мощь своей техники Вин Чун и подмять под себя еще больше учеников. Как ему это удалось, смотрите. Вин Чун Вин Чун Вин Чун Вин Чун Вин Чун Вин Чун Рассказал сказку про вселенскую энергию Чи, какую он может передать им прикосновением за тысячу баксов. А человек, не приложив усилий, сразу стал великим мастером боевых искусств. Я очень надеюсь, что мои зрители не такие или может среди вас тоже есть мастера без контакта. Пишите в комменты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А если вы хотите освоить реальное единоборство и самооборону на улице, вам в этом помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках.